Май. 2019 год. Время, когда мир не знал ни пандемии, ни войны. Время, когда у тысяч школьников по всем СНГ появилась надежда. Натус Винсере. Главная мечта любого игрока ЦИС региона впервые дала прямой шанс попасть в их организацию. Привет, я Блэйд. И я расскажу тебе, как попасть в Na'Vi. Концепция проекта. 10 отборных молодых талантов заезжают на кэмп, где под руководством большого тренерского штаба тренируются все лето. По итогу отбирается пятерка лучших, которая сформирует молодежный состав Na'Vi. Цель — сократить расходы на покупку игроков в основной состав и воспитать поколения игроков, лояльных к организации Na'Vi. Проект оказался успешным, как в спортивном плане, так и в медийном. Na'Vi Jr. помогло запустить карьеру на большой сцене ныне сияющих Валерия Бета и Ильи Монеси, а также дало старт супермедийной стяжении Аункера и Кирилла Поки. А что насчет остальных? В первый кэмп, помимо ранее названных, попали еще семь ребят. Господа Рова сложно отнести к ребятам, поэтому шесть ребят и один бычара. Топа, Капачо, Фир, Артист, Вайтсмит и Поря. Первыми проект покинули Артист, Пока и Поря. Почему? Друзья, мы набираем свою команду талантливых ребят, любящих киберспорт. Если вы относите себя к таким, а также считаете себя ответственным и грамотным, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании и оставляйте заявку. Смешная история, когда мы разбирали после матчевый анализ, разбирали игровые моменты. И, как правило, там мы разбираем очень детально все аспекты, и там очень важно слушать внимательно. И в конечном итоге, когда мы уже закончили этот матчевый разбор, увидели, что Пока просто спит на пуфике, лежит, и я там даже толкал и убудил, он не вставал. В конечном итоге, нам удалось сделать селфи с ним, я, Миран. Изначально мне не понравилось то, что я буду вставать в 7 утра, поскольку для меня это было очень тяжело. Я на протяжении 3-4 лет сидел за компом и ложился очень поздно и вставал супер тоже рано, и тяжело было перейти на здоровый образ жизни. Вначале тоже мне очень нравилось йога, кроссфит. До прихода в проект Пока уже отличался какими-никакими успехами в киберспорте. Выигрывал LAN-турниры в Москве и Питере, играл в ФПЛЦ, но на NAVI и SportsCamp Кириллу не хватило мотивации, чтобы сохранять дисциплину и много работать каждый день. Кириллу на Кэмпе дали шанс проявить себя на HLTV 5 раз, но ни на одной карте он не сыграл хотя бы в плюс КД. Покинув и SportsCamp первым, в сентябре 2019-го Пока вернулся в привычную среду – московские LAN-турниры. Но уже в 2020 году Кирилл начинает сомневаться насчет своего будущего в этой игре, и весной он решает перейти в новый, еще даже не анонсированный шутер Riot – Valorant. Параллельно Чпокич поигрывал на FACITY и стримил это дело на своем маленьком твич-канале. Через неделю после ухода в Валик, Пока случайно прошел в FPL, выиграв 10 из 12 игр на квалах. Я вышел в FPL или что? Я не понимаю. Пиздец. Я что, вышел в FPL? Охуеть. Типа, обосранный, блять. Убить не может, типа, сосет на, блять. Знаешь? Это пиздец, пацаны. Это пиздец, пацаны. Это просто пиздец. Охуеть, что? Три в поиске и, походу, игр больше сейчас заводиться не будет. Я баху. Я реально вышел в FPL? Че, блять? Интерес к Поке как к игроку значительно вырос. Он ушел из Валоранта и сосредоточился на стримах игр в FPL. Однако, в первый же месяц своего пребывания Кирилла оттуда кикнули. Вроде расстроен, вроде не расстроен. Типа, просто к этому все шло и я не в таком отчаянии, как вы думаете. Че теперь делать будешь? На самом деле много мыслей в голове, я не тупой пацан. Не знаю, на самом деле мне нравится... С целями на большой киберспорт на этом было покончено. В дальнейшем Кирилл лишь несколько раз мелькал на LTV в составе разных медиакоманд с Эвилоном, Анастезом и так далее. Зато, на удивление, у Поки пошло с медиа. На его твич сейчас подписано почти 600 тысяч человек. Человек нашел свое место и это круто. Артисту нужно само собой подключать скилл и понимание игры у него отличное, как я и говорил. Вот, то есть ему нужно просто, наверное, где-то добавить дисциплины внутри игры. Потому что часто бывает, когда у него есть игровое преимущество, он его очень быстро теряет. Я думал, на самом деле это будет как немножко медиапроект какой-то. То есть просто поснимают, там, поберут интервьюшки, раскрутят и все. А на самом деле мы очень много работали, очень много играли и это было супер круто. Сосредоточен, ориентирован на внешнее внимание. И он хочет получать это внимание от окружающих. И вот в этих моментах он бывает просаживается. В игре он не очень стабилен. За артиста все говорит его ник, как правильно подмечал психолог из Спортс Кэмпа. Видимо, зарплату получал не зря. Действительно, точнее слово для описания славы и не подберешь. Еще на Испортс Кэмпе он отлично вписывался в кадр, работал с камерой. Он даже снял отдельный влог о своей жизни на канале Na'Vi и ролик очень понравился зрителям. В комментариях его называли самым приятным участником проекта. А я такой, знаешь, я какой-то перфекционист, может меня поймешь в этом. А вот если мне не получается быть топ-1, то я лучше попробую где-нибудь в другом месте стать топ-1. После изгнания из Кэмпа, артист опечалился и решил перейти в Valorant. В отличие от Поки, который сменил дисциплину на одну неделю, артист был довольно успешным игроком в убийце CS GO. В составе с Ангелом они были лучшей командой в Европе. Заход от Венгров, Бридж играет внутри плента, пытается как-то остановить эту атаку. Артист забирает Фоду. Трезидир отвечает, приходит на хелпу Ангел. Тут уже все отрезано дымами. Ангел врывается. Однако вскоре Riot Games убили киберспорт для игроков из СНГ. Слава не хотел возвращаться в CS, но и в Valorant ему ничего не светило. Он устроился работать официантом, затем барменом, затем курьером. В жизни артиста начались жесткие тусовки. В один день, проснувшись в 3 часа дня, Слава задумался. Неужели это все? Неужели моя жизнь закончилась? Взяв себя в руки, взяв листочек и ручку, Слава выписал все свои минусы и плюсы, проанализировал свои желания, жизненные ориентиры и пришел к тому, что он хочет стать хостом или же контент-мейкером. Не успев подать заявку на набор в Virtus.pro, Слава решил напрямую написать в Team Spirit. Благо он был знаком с Overdrive. Как же много талантов Overdrive довел до старта триумфа. Как видите, не только игроков, но и медиа личностей. Привет, друзья, с вами Слава Артист и теперь я буду новым хостом организации Team Spirit. Артист как влитой вошел в Spirit. Ролики на канале заиграли новыми красками, а зрители очень ценят нового ведущего и, как и пять лет назад, называют его очень приятным человеком. Точка финтех-компания. Они делают все для того, чтобы упростить жизнь предпринимателям. 60 сервисов, включая онлайн-бухгалтерию, сервис для работы на маркетплейсах и многое другое. В точке IT-специалистам можно работать удаленно из любой точки мира. Я знаю, многие из моих подписчиков ездят зимовать на Бали или просто постоянно переезжают из страны в страну. В России из дома, конечно, тоже можно работать. Но если вам удобнее ходить в комфортные офисы, то пожалуйста. Точка предоставляет возможность вам самим решать, где работать. Work anywhere. Я хочу до вас донести, что точка дает полную свободу перемещения, потому что им важен только результат. Честно говоря, я еще не встречал компанию, в которой так заботятся о сотрудниках. Я прочитал у них на сайте, что они занимают третье место в рейтинге лучших работодателей на хэхэру. Если вам, как и мне, близка такая философия, переходите по ссылке в описании, посмотрите, как у них все устроено и, возможно, найдете для себя подходящую вакансию. Поря Даниил. Мне кажется, он не сам сильно хотел пройти. У него есть прикольные скиллы, мы его арендовали в Гамбит, но мне кажется, что это чуть не его проект был. Ему там не все нравилось. Он себя плохо показал в игре, он довольно-таки скилловый парень. То есть это его, наверное, была сильная сторона и самое главное. Единственное, что у него были часто некоторые проблемы с взаимодействием с игроками на кемпе и в жизни и в игре. Он тоже не самый тимплейный игрок. С ребятами было уживаться очень сложно. Я переселялся из одной комнаты в другую, потому что я ни с кем не мог найти общий язык. Потому что мне сложно коммуницировать с незнакомыми людьми. Но я думаю, в будущем это исправлю. Среди всех участников Na'Vi и спортс-кэмп, Поря – это человек, который больше всех пытался, но ему все не везло. Вот список команд, за которые Данил успел поиграть после кика из Na'Vi. И это только те, которые более-менее вам известны. Паре неплохо показывал себя на Тир-3 сцене и, бывало, отыгрывал и вот такие игры. Кстати, он три раза встречался со своими салагерниками из Na'Vi Junior и все три раза выиграл. Самый неудачный год для Пори стал, пожалуй, 2023. Его кикнули из Nine Pandas. Его позвали на тест Virtus.pro, где он хорошо отыграл, но его не взяли, потому что он сказал руководству, что не играет Vertigo. Видимо, Паре не знал, что на собеседованиях люди не говорят правду. Он занял первое место в FPL-C, но ему и не дали инвайт в FPL и не выплатили призовые. Данил находился в полном отчаянии и не знал, что ему делать дальше. И это его состояние слишком странно совпадает с тем фактом, что вскоре после этих событий он присоединился к команде Pera, которую многократно обвиняли в щитерстве. Играя за букмекерскую контору... или на... Pera даже удалось отобраться на ESL Pro League и RMR к последнему мейджору. Но с переходом к игре на LAN-турнирах куда-то пропадала и волшебная игра Pera, которая помогала им разносить в онлайне. Из интересного поря запрашивал у Ликвипедии убрать со своей страницы российский флаг с целью не представлять это государство. А потом попросил вернуть. В плане скилла он не уступает даже тройке, которая у нас есть. То есть он очень скилловый парень. Я бы поставил, наверное, его по скилу на место топ-2, топ-3. Но ему не хватает того же, что и было раньше. Ему не хватает осознания того, что это командная игра и нужно больше взаимодействовать с его тиммейтами. То есть играть в командную игру. У него часто бывают, появляются какие-то свои идеи, которые не стыкуются с игровым планом абсолютно. И команда не понимает, как взаимодействовать с таким игроком. А Ункер, в отличие от трех предыдущих игроков, прошел самый долгий и довольно успешный путь в NAPE Junior. Два раза он занимал вторые места на крепких Тир-3 турнирах. В сумме команда заработала на них 30 тысяч долларов. Забегая вперед, сейчас один Женя получает столько за пару-тройку стримов. Как раз таки после последнего из этих двух турниров, Женя решил, что уперся в потолок в своем развитии в NAPE Junior и отказался продлевать с ними контракт. Он собрал микс кикнутых игроков, который назвался Benched Heroes. И вместе с ними прошел на РМР турнир. Невиданный успех для его прошлой команды. Двичинские ароматы. Сва. КОНЕК Однако Евгению отказали в визе на Мальту, и его команда была дисквалифицирована с отборочных на Мейджор. По словам Смуи, в этом виноват сам Женя, так как он хотел оформить выгодную для себя европейскую визу. А если бы он, как и все остальные россияне, летевшие на РМР, оформлял местную, ему бы ее одобрили. После этого Жеку во второй раз пригласили на испытательный срок в Форс. Евгений уже проходил тест в эту команду в 2021 году, но Академия Нави запросила у россиян 200 тысяч долларов за выкуп Аункера, на что ни одна адекватная организация бы не пошла. Во втором тесте Форзы в составе с Женей проваливали турнир за турниром, и в итоге их пути разошлись. Я мог играть в основе Нави, но вместо меня решили взять Бита. Я мог играть в Форс, но за меня попросили 200 тысяч долларов. Я мог играть на РМР, но мне отказали в визе. Основной его проблемой было то, что Женя не командный игрок. А самое смешное, что эгоизм никуда не делся до сих пор. Сейчас состав WW, несмотря на то, что это по сути медийная команда стримеров, добивается относительно неплохих результатов на Ашл ТВ. Но перетягивание одеяла Аункером постоянно вставляет палки в колеса команды. Зато Аункер сейчас успешно стримит и имеет подписчиков на Твиче почти столько же, сколько у Поки. Занимается бизнесом по продаже ковриков, на мой взгляд, отвратительного качества и коллабится с Team Spirit. Еще один трудяга, который, в отличие от всех ранее перечисленных, до сих пор активно играет на Ашл ТВ. Фир. У Фира было огромное количество возможностей проявить себя в серьезных командах. Им интересовались Спраут, Блит, множество неназванных российских коллективов. В один момент он мог стать капитаном основного роста Наби. Не считая последнего случая, Фиру в его карьере постоянно мешала излишняя принципиальность и преданность. Он всерьез размышлял. Перейти в Спраут, крепкую Тир 2-3 европейскую организацию или остаться со своими никому неизвестными украинскими парнями. Так еще и выбрал второе. По-человечески респект, но это спорт и он работает по правилам беги или умри. Свой шанс Фир все же получил. Его пригласили в команду популярного украинского футболиста Зинченко. Состав тренирует не кто иной, как легендарный Михаил Облагин. В этом месяце они попытаются проявить себя на РМР к шанхайскому мейджеру. Первый матч против Электроника и Виртус Про стартует 21 ноября. Топа и Капачо были активно замешаны в скандалах, связанных с 3-2-2. Началось все со слитой записи Тим Спика команды Безнадежды. И помимо двух наших героев выступал еще один хорошо известный вам дуэт. Эту запись я анонсировал своей группе в ВК, ее репостнул Овердрайв и CSGO News. Дальше ребята спалились уже в составе Хан. Тогда против них прямо перед стартом матча заливалась космическая сумма денег и матч проигрывался. Руководство Na'Vi, боясь за свою репутацию, связывалось с игроками и пыталось их прессануть. Но они отрицали свою вину. Хэттрик в период своего пребывания в Академии два раза получал шанс проявить себя на Тир-1 в основном составе. На Рифлере он отыграл почти в единичку рейтинга на ИПЛ, а на Снайпере, заменяя величайшего симпла на Бласти, его рейтинг был 1.12. После этого семь игроков из двадцатки лучших в рейтинге HLTV, включая Моноси и Зайву, выбрали хэттрика как самого перспективного игрока в 2023 году. Даниила пригласили в НИП. И у комьюнити появились надежды, что уже третий выходец Na'Vi Junior может выйти на большую арену. Но за весь 2023 год НИПы не добились вообще ничего. И после невыхода на мейджор в Копенгагене организация попрощалась с хэттриком. Который перешел в бейт и уже выиграл 4 турнира. А также занял второе и третье четвертое место на двух Тир-2 лан турнирах. Ребята добрались на РМР в Шанхай, и хэттрик попал в одну группу со своим бывшим капитаном Фиром. Воспитанники Na'Vi проявят себя в Китае с разницей в один час. Синикс погряз в Тир-4 болоте, Погорелов закончил карьеру сразу после Na'Vi Junior. А Господаров? Пусть он лучше сам вам ответит. Кстати, оказалось довольно приятный и отзывчивый парень. Я фри-агент, я в поисках команды себе. Вот так. Какие планы, есть ли команда команд? Предложения есть по команде. Осталось, не знаю, посмотрим, как получится что-то, нет? Но я заинтересован в любых предложениях, поэтому в поисках себе нового дома хочу играть, выступать. Спасибо большое, желаю удачи. Спасибо, спасибо. Тебе тоже удачи. Друзья, если вам было интересно узнать судьбу воспитанников Академии Na'Vi, пожалуйста, поставьте ролику лайк и подпишитесь на наш канал. Если хотите первыми получать новости киберспорта, вам дорога в наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Там же, где и ссылка на Яндекс.Музыку, где наши выпуски выходят в аудиоформате. Ну, а я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok